В имя Отца и Сына и Святаго Духа, мы вступили в поприще Рождественского поста. Пост, хотя и не строгий, тем не менее, он подготовляет нас духовно встретить этот великий праздник Рождества Христова. И также подготовительным праздником является и сегодняшний праздник, вход во храм Пресвятой Богородицы. Подготовительный он в том смысле, что Ковчег себе предуготовил Господь, чтобы явиться и жить среди нас на нашей грешной земле. И искупить нас Своей кровью. Он предуготовил эту дивную девицу, отраковицу, которую мы теперь именуем Богородицей. Как известно вам, святые праведные Иоаким и Анна, родители ее, они до глубокой старости, можно сказать, мучились, не имея детей. В те времена это считалось позором. Как вы говорили, что нет Божьего благословения на вас, потомков никаких вас не будет, вы не имеете детей, это наказание Божие. Поэтому и поется в Кадаке в день Рождества Пресвятой Богородицы, что Иоаким и Анна поношение на шагу. Но это по промыслу своему, он предуготовил так дивное чудо. В старости лет они все же имели надежду, что Бог как-то услышит их молитву. И это для нас урок. Как бы казалось невозможно, представьте себе, 80-летняя, 90-летняя муж, жена, имеют ли какие-нибудь надежды, что могут иметь ребенка. Тем не менее, они не теряли надежду. И вот в действительности, когда сделали они обещание, что если Бог даст им дитя, то они посвятят его Богу. И вот в действительности, при старости лет, зачала Анна и родила вот эту благословенную отроковицу. Исполняя свое обещание, они вот привели ее в Храм Божий, чтобы посетить ее Богу. Это не было подобно тем традициям, вернее сказать, уставу ветхозаветному, как было, когда Христа приводили в Храм на среднее Господне, в сороковой день. Нет. Это был совершенно уникальный случай, когда исполнилось три года. Как вы знаете, ребенок нуждается в своей матери. И вот, когда она уже пришла в такой вот сравнительный возраст, трехлетний, и то, это же очень, можно сказать, действительно, еле не превзошло младенство свое. Привели ее в Храм Божий, чтобы исполнить свои обещания. Как вы знаете, ветхозаветный храм тоже имел святое святых. И там чтилась всякая святыня, которая там бывала. И только первосвященник мог заходить в это место Храма Святой и Святых, где было сидение славы Божьей. И только один раз в год, и то после того, что он приносил жертву за свои личные грехи. А здесь духом Божьим провиде, что здесь необыкновенное первосвященник Захария, явление, взял эту отроковицу и открыл двери во святое и святых, и она вошла. Да, некоторые говорят, что этот праздник называется введением во Храм, но фактически он называется должен вход во Храм. Ее подвели к ступеням, как Святаян Святоуст пишет. Она сама уже по этим высоким, они не рассчитаны были на молодых таких детей. Взошла, добровольно пошла на служение Богу. И это не было такое, что, как при других случаях, благословляли и благодарили Бога за дитя в сороковой день, и потом жертву приносили и шли в дом свой. Она вошла во святое и святых и уже не выходила. Святые все говорят, что Архангелы, возможно, Архангел Гавриил и другие ангелы приносили ей хлеб. И она жила в комнатах, которые там были, около этого места, и до тех пор, пока не повзрослела и не стала уже зачать по своему, по глаголу, Святого Архангела Гавриила. Этот образ для нас важен тем, чтобы вы понимали, что это необыкновенное явление, что оно было введено во святое и святых. Для нас это вообще начало было необыкновенного явления прихода на землю Творца, Заждителя и Бога нашего. И никакое земное место не было достойно принять его при его расчестве. Вот святая церковь воспевает еще словами ветхозаветных пророков эту богатраковицу, которая введена была во святое и святых. Она действительно была достойна повыше первосвященников этих всех войти, так как первосвященники о ней писали, что она является станна, жезл, скрижаль, кивот. А кивот одушевленный, Божий кивот. Свечник трапезу, гору несекомую, золотую кадильницу и скинию, дверь непроходимую, палату, лестницу, престол царев. То есть царское селение, земной престол небесного царя славы. Предуготовил себе в этом одушевленном чертоге. Не какой-нибудь чертог, место селения своего являлось, могло быть, что-нибудь из золота, самое драгоценное и самое красивое. Ничего не было достойно этого. Но пресвятая Богородица, которая стала честнее Херувимов, как и на Рождество поется, сидит Херувимов подлобящийся, отроковица девок. И вот мы прославляем ее ход, ее длинное, как решила, она посетить себя Богу. И уже неуклонно держалась этому, своему обещанию. Это для нас пример того, что мы должны также возлюбить наш храм. Тут был ветхозаветный храм, тем не менее, и там благодать Божия была. Но она отступила от них. И когда при распятии Христовом уже открылась новый завет, новая церковь Христова, уже не бескромная жертва, не кровавая, а бескромная жертва стала совершаться. Она и та же церковь, в которой мы сейчас находимся. И это также является местом селения славы Божьей. Невидимо пребывает Бог и здесь. И святые ангелы Божьи, которые тогда служили Богоматери в алтаре, так и здесь они невидимо пребывают за каждым богослужением. Мы знаем, что Богу можно везде молиться. На всяком месте владычествия Его. То есть везде. Бог везде слушан. Все ведущие слышат нас к Деву, мы не призывали Его. Но нет места, в котором мы могли бы быть услышаны в нашей мольбе, как в храме Божьем. Потому что только в храме изобильно подается благодать Святаго Духа, который соделывает тайны. И поэтому мы уподобляемся этой девице-траковицей. Также мы можем принимать себя, Христа, уже через бескромную эту жертву. Вот этим надо ценить следует. И приготовляем наши души и помним, что нет ничего важнее на земле, чем ценить храм и истинную церковь Его, которую Он основал. И вот этой истине Христовой мы благодарим Его за Его неописуемую жертву, которую Он принес в Себя за грехи мира. Своё распятие и преславное воскресенье мы совершаем воспоминание всего, вот именно эту Божественную Евхаристию. Вот в этом и состоит этот праздник для нас, примером, как мы должны ценить храм Божий, что он сподобляет нас, как мало нас не остается, но в правде Божией служить Ему одному, без всяких других препятствий житейских. Какие бы ни поступили на нас вздоры или гонения, это не первый раз бывало, в первых же времен христианство гнали христиан, но Бог пребывал с ним, благодать Святого Духа и Божественная Литургия, воспоминания крестовых страданий, всегда продолжалось и будет продолжаться с нами или без нас. Дай Бог, чтобы это было с нами, с нашим участием.